Сегодня мы решили разобраться, что же кладут в покупные кексы и смеси для их приготовления. В продаже можно увидеть большое количество очень дешевых кексов. В чем секрет этой дешевизны? Вот если сравнивать с таким же объемом, например, печенье, то оно бы стоило дороже. А тут в чем тайна? Секрет дешевизны может заключаться в количестве добавок, которые добавляют, чтобы уменьшить количество того сырья, которое может быть дороже. Как это работает? Например, в состав кекса должна обязательно входить мука, яйца продукта, сахар. Вот в частности, сухие яйца продукты очень часто используют в комплексе с эмульгаторами и веществами, которые способствуют взбиванию и вспениванию. Таким образом, используя такие вещества, мы можем уменьшить количество сухих яйцепродуктов. Яичного порошка? Яичного порошка. И получается, объем нарастает? Да, тесто получается объемом, соответственно, готовый продукт имеет объем. Также добавляют стабилизаторы, которые способствуют сохранению этого объема и сохранению качества на протяжении всего срока хранения. Ну, то есть мы подозреваем, что самый дешевый кекс, он, наверное, будет какой-то самый пустой, что ли? Напичкан добавками, так сказать, да. Давайте попробуем. Вот у нас кекс с коротким составом и с длинным. Маффины. Вкусно пахнет. Очень апельсином. А добавок-то много. Да. Ну и что? Видите ли вы какую-нибудь разницу особую? Ну, в принципе, по пористости, по-моему, мне кажется, примерно одинаково. Поры, в принципе, равномерно распределены. Ну, то есть просто здесь, видимо, положили чуть больше соды, а здесь от того же эффекта добились с помощью разных других. Здесь более крупнее поры, да, здесь помельче, но, в принципе, равномерно распределены, да, и я не могу сказать, что внешне можем определить, что здесь, допустим, больше добавок, а там меньше добавок. Давайте попробуем по кусочку, что ли. Ну, вот кекс с коротким составом. Вроде, ну, примерно как дома. Ну, мне кажется, немного влажноват. Пожалуй. Хотя мне это нравится. Ну, мне это нравится тоже. Да, да, это не сухо. Аппельсиновый. Ну, вот, мне кажется, я здесь ощущаю, насколько он легче. Кстати, можно было бы, да. Когда много добавок, они легче, да. Чувствуется, да, что он как будто более легкий, пористый. Это воздух, да, едим. Да, мы едим воздух здесь. Тот, который сделан по более домашнему рецепту. Да. Конечно, тут... На вкус даже ощущаете плотность. Насыщенный какой-то. Мы всегда говорим, что добавок вроде можно особо не опасаться, потому что они все разрешенные. Но вот мы видим, как, если их много... Ну, здесь чисто аргангептически, да, приятнее же есть вот такой плотный. Кекс, он должен быть плотным, а не легким и воздушным, как безе или там зефир. То есть более домашний, более короткий состав, рецепт, это приводит к лучшему вкусу. Татьяна, как возможно, что кекс готовится за 5 минут в микроволновке? Что ему дает эту способность? Эту, я бы даже сказал, сверхспособность? Для того, чтобы приготовить какое-то мучное изделие в микроволновке, каких-то специальных ингредиентов не нужно. В принципе, и по классической рецептуре можем практически любой приготовить изделие в микроволновке. Единственный нюанс такой, что изделия мучные, которые нужно приготовить в микроволновке, они должны быть более влажные. Да, там должно быть чуть больше влажности, чем в тесте, которое предназначено для духовки. Давайте разберем вот этот образец, самый такой простенький, куда нужно добавить только молоко. И поставить в микроволновку вообще все, ничего больше не требуется. Здесь используются, конечно, эмульгаторы, сухие яйцепродукты, белок яичный сухой, загустители и вещества, которые способствуют вот этому взбиванию. То есть здесь добавили вещества, которые лучше работают в связи с сухим белком яичным, с яйцепродуктами. Тем самым, в принципе, могли заменить часть белка яичного вот этими добавками, эмульгаторами, разрыхлителями. Ну и также здесь добавлено молоко сухое обезжирение для вкуса, и в принципе, которое тоже придает такую воздушную пластичную текстуру тесту. Ну и антиокислитель, кислота лимонная, носитель. Носитель, который связывает добавки, которые здесь присутствуют, как бы помогает им раствориться, и также защищает все эти ингредиенты от воздействий окружающей среды. То есть температуры, там, PH, свет. То есть вот эта добавка... Ну-ка, я прямо проверю. Е-1505 называется 3-этилцитрат, сложный эфир этилового спирта и лимонной кислоты, маслянистая жидкость с тонким фруктовым запахом. Ну, то есть мы подозревали, что это какая-то страшная химоза. Ну, это добавка... На самом деле нет. Носитель. Ну, у него вообще много функций, но я подозреваю, что здесь она именно выполняет вот эту функцию работы добавок, которые добавлены вот выше, чтобы они лучше растворялись и лучше работали в тесте. Ну, то есть это вещь глубоко искусственная, вот то, что мы здесь видим, но не страшная. Ну, здесь все добавки должны быть не страшные. Давайте посмотрим на результат. Все-таки подозрительно быстро он готовится. Так. Отлепляться он, конечно, мог бы и получше, но нам же есть, а не смотреть, да? Очень клейкая. Очень, да, вот даже... Плотная масса. Пламывается плохо. Ну, это вкусно, но это, наверное, не кекс. Так, строго, если говоря. Влажноват ли кекс? Влажноват, да. По структуре не соответствует, да? То есть поры должны быть все-таки побольше и были как-то равномерно распределены. Вот эти следы плотные, беспористые, да, такого не должно быть. То есть кекс не классический, но в целом нормальный? Ну, по вкусу приятный. Вот в этой готовой смеси уже добавлен нами и кефир, и яйцо. Оцените по составу. Так, ну это, наверное, позиционирует себя как какой-то... Вот, без сахара источник белка содержит пребиотики. Он еще и без пшеничной муки, я смотрю. Мука рисовая. То есть это, наверное, рассчитано на тех людей, которые боятся пшеничной муки, которые боятся глютена. Чем пахнет? Шоколадом, ну какой-то такой... Какой-то странный шоколад. Чем воняет, сынок? Это кислород, братуха. Это с какой-то ноткой. Это безглютеновый аромат особый. Мука рисовая. Ну, вообще, муку рисовую можно для кексов использовать. Конечно, если сравнивать с мукой пшеничной, по составу в ней меньше и белка, больше углеводов, меньше пищевых волокон. Ну, то есть она в целом, нельзя сказать, что полезнее. Да, да. Ну, с технологической точки зрения. Ну, на потребительские свойства, да, на технологические, она не будет плохо влиять. Ну как, рисовая же хуже поднимается вроде, чем пшеничная. Ну, для кексов допустимо. Она используется в комплексе же с яйцами, добавляют при этом, да, и они в комплексе работают неплохо. Рисовая мука требует добавления большего количества разрыхлителя, эмульгаторов? Ну, нет, в кексе этого нет такого. В рецептуре можно рисовую муку и остальные ингредиенты добавлять, как обычно. Какао-порошок, концентрация сывороточного белка. Да, но это, я так понимаю, для, здесь указано, да, с высоким содержанием белка. И здесь дополнительно добавлен белок сывороточный, который содержит аминокислоты. Вот эти подсластители ретрит. Подсластители ретрит, он без сахара, поэтому добавили подсластитель, который является натуральным, в принципе, безопасен. Но, как у всех, подсластители есть допустимое суточное потребление. И, в принципе, подсластитель ретрит, он обладает приятным таким послевкусием, поэтому... Ну, просто многие люди начинают считать, что и раз без сахара на подсластителе, то это абсолютно безопасно, и можно этого много съесть. А это не так. Да, это не так. Потому что калории-то тоже есть? Калории, да, у подсластителя этого есть. И плюс подсластители, по последним данным, ещё и усиливают аппетит просто сами по себе. Да, есть такая информация. Стабилизатор полидекстроза, который относится и к пребиотикам, представляет собой полисахарид, состоящий из остатков глюкозы, способствует росту микрофлоры в кишечнике, ну и другие полезные свойства у неё есть. В принципе, безопасный ингредиент. Инулин также относится к пребиотикам, также имеет комплекс полезных свойств. Разрыхлитель, пирофосфат натрия, карбонат натрия, также разрыхлители безопасные, ароматизатор ванилин, соль, а и подсластитель сукралоза ещё здесь в конце. Указано данный подсластитель уже интенсивный, то есть у него высокая сладость, но также он безопасен. И как раз вот эритрит, кстати, очень часто в комплексе сукралоза используют, но и в комплексе с другими сахарозаменителями, из-за того, что он маскирует привкусы, которые могут давать другие сахарозаменители. Ну то есть, в общем, это тоже чудо пищевой химии, вот то, что перед нами. Давайте оценим вкус. Запах такой необычный. Непонятный её запах. Но по вашей формуле, что лучше мы добавим сами своих ингредиентов, тут вот уже более натурально. На самом деле, вот я отлобила, и на разрезе как-то с полистостью ещё хуже, чем в том кексе. Я бы сказал, что здесь неприятная консистенция. А ещё он не сладкий, по-моему, да? Да, он... Мне вот не сладко. Мне тоже не сладко, но так это же для зожников, на мой взгляд, это невкусно. Честно. Сверху даже неравномерная влажность у него, сверху такое тесто очень влажное снизу, суховатое даже. Меня всегда смущают попытки сделать более здоровыми, привычные какие-то блюда, рецепты. Неудачные попытки. Ну, то есть, давайте проаналитируем, что здесь произошло. Рисовая мука, подсластитель? Я думаю, да. Комплекс подсластителей. Не очень удачно. Не дали, да, ту приятную сладость, которая присутствует в кексах классических. Ну, и, возможно, рисовая мука сработала, да, вот поры... Дала большую клейкость какую-то. Да, и клейкость очень влажная, пор вообще нет. Ну, то есть, избавились от глютена, а заодно от вкуса. Опять на кефире образец, но который пёкся уже не быстро в микроволновке, а долго в духовке. Оцените состав, пока я режу. Здесь написано «Ешь и худей». То есть, это высоко белковый. Разработано диетологами, да. То есть, какой-то должен быть, по мнению покупателя, потребителя, диетологический, да. Значит, первое, что стоит сухое обезжиренное молоко. К этому ингредиенту... Допустим. Нет претензий. Сыворотка молочная сухая, дальше белок пшеничный. Так, а где мука? Изолят соевого белка. Значит, они... Здесь нету муки пшеничной, высшего сорта обычно, да, используют. Добавили белок пшеничный. Который склеил. Который, да, является вот этой клейковиной, который как раз склеил. Здесь добавили крахмал кукурузный вместо муки, белок пшеничный, ну и отруби овсяные, пшеничные. Таким образом, они как бы восполнили отсутствие муки пшеничной, вот этим белком пшеничным, который является структурообразователем для теста. Ну и для питательной ценности добавили изолят соевого белка, который является таким наиболее полноценным растительным белком. Ну и яйца-продукты, это яичный меланж сухой, разрыхлитель не указан какой. Подсластители стевиозит сукралоза. Стевиозит является натуральным подсластителем с множеством полезных свойств. Ну, у него также, как и у других подсластителей, есть допустимая суточная доза. И сукралоза, который является также интенсивным подсластителем, который в сотни раз слаще сахара. Видимо, сукралозу используют вместе со стевиозитом, чтобы нивелировать вот этот привкус горечи, который придает стевиозит. И ароматизаторы пищевые. Здесь попытались избавиться от муки, как от вредного ингредиента, заменив ее смесью белка, отрубей и крахмала. Я решительно протестую против попыток производителей называть это более полезным. Потому что, ну да, белка прибавилось, но углеводов-то тоже немало. Немало. Крахмал, да, это в принципе не более полезный ингредиент, чем мука. И что предлагается, это есть без ограничений, что ли? Ну, внешне, в принципе, неплохо. Не совсем равномерно, но хотя бы, да, пористость присутствует, пора есть, мне нравится. Как-то на зубах похрустывает. Ну, похрустывает, да, здесь, видимо, отруби. Но я, честно говоря, люблю отруби в составе выпечки, поэтому мне нравится. Но не сладкая же. Ну, менее сладкая, да, чем, например, первый образец. Это странный кекс. Вроде вкусный. Ну, вам вот эти частички не нравятся. Что-то не то. Это на любителя. Это вы. Да, это я. Это не я. Похоже это на домашний кекс? Ну, это похоже на кекс с отрубями. На домашний, может быть, да, с отрубями. Хорошо. В четвертый образец мы добавили дополнительно молоко и сливочное масло. Некоторые, кстати, потребители возмущаются, что я, дескать, купил готовую смесь, а в нее надо еще полхолодильника добавить, как они пишут. Справедлив ли упрек, как вам кажется? Я согласна, да. В таком случае я бы эту смесь назвала не кекс с изюмом, да, а может быть, какая-то основа для выпечки кекса. Какое-то вот, да, название более уточненное. Чтобы потребитель не думал, что это уже готовая смесь для выпечки. Но все равно, главное же, что думать не надо. Подбирать там пропорции. Сказано, добавить столько. Добавил столько, и голова свободна. Ну, я согласна, да. Вопрос, вкусно ли. И что есть здесь в составе? Сможете ли вы к чему-то придраться? Вы же сторонница натурального, как мы выяснили. Ну, крахмал здесь, опять же, добавили. Крахмал придает выпечке вот эту пористость, воздушность. И также крахмал очень часто заменяют часть муки. Соль и добавки. Эмульгатор Е471. Это тот же эмульгатор, который в первом образце был. Это эфиры, глицерина и жирных кислот. Мы его разбирали, да. Он работает, как и разрыхлитель, как и для придания пластичности используется в составах. Разрыхлители теста, гидрокарбонат натрия, это сода с перифосфатом натрия, который очень часто в комплексе используется. И ароматизатор ванилин. Ну, в принципе, состав неплохой. Ну, то есть состав достаточно короткий в сравнении с другими. Да, здесь в составе нет ни яйцепродуктов, ни молока сухого, да. Поэтому они, наверное, рекомендуют, да, что добавить яйца, да, масло сливочное или молоко. Многие по вкусу хвалят вот конкретно эту смесь. Давайте оценим. По пористости мякиш мне очень нравится. Ну, в принципе, вкус мне тоже вполне. Мне кажется, это наиболее классический из всех фиксов. Наиболее близок, да. Ну, то есть опять. Короче, состав лучше вкус. Есть, да, такая закономерность. Но мне кажется, здесь еще играет роль то, что потребитель сам добавил яйцо, молоко, масло. Может быть, это и неплохой вариант. Это приближает же нас. Неплохой вариант, да, для тех, кто, может быть, у кого есть ингредиенты дома, кто готов. У всех есть такие ингредиенты дома. Молоко, масло, ну что? Ну, не знаю. Кто-то, может быть, хочет купить, сразу добавить там воды. И получить уже готовый вот такой вкусный продукт. Так не получится. Мы вам точно говорим. Охотитесь за короткими составами и делайте сами их длинными, добавляя туда молоко, яйца, масло и все такое прочее, что требуется нормальному кексу.